Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». На нашем канале мы разбираем моторы и коробки и рассказываем абсолютно все о БУ-запчастях, навесном оборудовании, турбинах и так далее. А в компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ-запчасти хорошего качества по правильной цене с доставкой и гарантией. Ну а сейчас мы пройдемся по чему-то очень сладенькому. Итак, встречаем BMW N46. Н46 – это рядная четверка объемом 1.8 либо 2.0, которая пришла на смену моторам N42 в 2004 году и выпускалась аж до 2015 года. Данный двигатель создан на основе двигателя N45 объемом 1.6. Данный двигатель имеет все фишки моторов BMW тех лет. Это алюминиевый блок, балансирные валы, дабл Ванос, также бездроссельный впуск ValveTronic и также высокое термостатирование двигателя, то есть 105-108 градусов. Из-за такой температуры масло моторное быстро деградирует, а также сворачивается в гуталин. Данный двигатель ставился на автомобиле BMW 1 серии E87, также на 3-й серии E46 и E90, также на 5-й серии E60, также на Z4, E85 и на BMW X1 и X3. Сегодня мы разберем двигатель N46B18, снятый с BMW тройки 2004 года выпуска. Все двигатели N46 хлопотные. Все инженерные меры по улучшению их экологичности и мощности привели в итоге к очень большим проблемам у их владельцев. Данные моторы вообще не переносят хренового масла. Менять его надо каждые 8-10 тысяч километров обязательно. Иначе эти моторы просто вываривают это масло, оно сгущается в гуталин и засоряет всю масляную систему. В первую очередь страдают все механизмы и пары трения. Мало того, что эти двигатели очень горячи, так они еще очень чувствительны к состоянию радиатора охлаждения. Если с системой охлаждения что-то не так, то этот двигатель очень быстро перегреется. Но и при нормальном охлаждении эти двигатели очень горячи и буквально поджаривают массосъемные колпачки и направляющие цепи ГРМ. Однако от задуманного инженерами горячего режима работы двигателя можно избавиться, установив 90-градусный холодный термостат или залив холодную прошивку. Двигатель N46 имеет ряд известных мест, по которым рано или поздно начинается течь масло. Чаще всего масло начинает течь по прокладке клапанной крышки задней части ГБЦ либо справа. Если течет справа, значит масло попадает на выпускной коллектор, подгорает и в салоне появляется характерный запах. Течь масла может и возникнуть по прокладке вакуумного насоса, то есть по прокладке его корпуса, а также по прокладке между ним и ГБЦ. В верхней части двигателя N46 есть тоже много слабых мест, по которым может течь масло. Это прокладки свечных колодцев, также датчика положения эксцентрикового вала, также прокладка моторчика ValveTronic, а также есть две прокладки возле стакана масляного фильтра, где стакан соединяется с теплообменником и стакан соединяется с двигателем. То есть при больших пробегах эти прокладки тоже могут дать течь. В передней части двигателя течи масла возникают по клапанам фазовращателей, также по болту натяжителей, а также по сальнику коленвала. Нельзя сказать, что все моторы N46 истекают масло, но вот эти все места, о которых мы сказали, нуждаются во внимании. Генератор двигателя N46 оснащен обгонной муфтой, которая служит обычно 80-100 тысяч километров. При выходе из строя муфты страдает демпферный шкив, который изнашивается раньше времени. На заклинивание обгонной муфты генератора указывает сильный скрип ремня при остановке двигателя, а также сильные вибрации ремня при работе двигателя. Ну а сегодня в разборке нам будет помогать тот самый Александр. И мы начинаем нашу разборочку. Система смазки двигателя BMW N46 организована так, что в стакане масляного фильтра есть клапан, который предотвращает стекание масла после того, как двигатель заглушит. То есть стакан всегда должен быть наполнен маслом. Если масло из стакана стекает, то после запуска в первые несколько секунд будет обязательно гореть красная масляная и сообщать о недостаточном давлении масла. В этом случае может греметь цепь из-за того, что в гидронатяжителе недостаточное давление масла. Проблема с клапаном решается заменой всего стакана. С этой заменой не надо медлить, чтобы двигатель не страдал от кратковременного голодания. Также в стакане масляного фильтра можно обнаружить планки натяжителя цепи ГРМ. Они фторопластовые и рассыпаются задолго до растяжения цепи. На двигателях N46 с бездроссельным впуском ValveTronic дроссельная заслонка все-таки присутствует. Она регулирует режимы работы двигателя при прогреве, а также в аварийном режиме. При прогретом двигателе дроссельная заслонка чуть-чуть приоткрыта для создания разрежения в опускном коллекторе для всасывания картерных газов. То есть дроссельная заслонка принимает участие во всех режимах работы двигателя. Если в работе двигателя возникают неполадки до выхода его на рабочую температуру, то есть работает нестабильно и глохнет при отпускании педали газа, то, скорее всего, проблема в дроссельной заслонке. Она просто нуждается в чистке. Клапан системы вентиляции картерных газов находится под впускным коллектором. Когда мембрана в клапане разрушается, то его надо менять. На это указывают косвенные признаки. Мотор работает неровно на холостых оборотах, также увеличивается расход масла и появляется масло во впускном коллекторе позади дроссельной заслонки. Более явно на разрушении мембраны клапана указывает то, что при откручивании пробки маслозаливной горловины на работающем двигателе он глохнет. Также он может заглохнуть из-за вытаскивания масляного щупа. При нормальной работе клапана пробка должна немножечко присасываться. Если пробка присасывается сильно, то это еще один признак, что с клапаном что-то не так. На рестайлинговом двигателе BMW N46N клапан находится в клапанной крышке. Проблема с ним решается с заменой ремкомплекта клапана. Также можно поменять всю клапанную крышку. И вот мы добрались до системы ValveTronic. Моторчик системы ValveTronic служит порядка 150 тысяч километров. Выходит из строя из-за износа угольных щеток, также угольной пыли, из-за которой происходит короткое замыкание. Как правило, этот моторчик перестает работать в момент запуска горячего двигателя. После запуска двигателя на приборной панели возникает значок EML и двигатель не крутится больше 2000 оборотов. Бывает так, что двигатель вообще не заводится из-за того, что впускные клапаны оказались в положении минимального открытия. В таком случае можно попытаться оживить двигатель, чтобы добраться до СТО. Для этого надо постучать по моторчику, можно подать на его контакты напряжение. В BMW E90 даже можно прокрутить мотор, чтобы обеспечить нормальный подъем клапанов. Но иногда двигатель может просто запуститься при попытках завести его. В любом случае моторчик надо менять. Новый стоит 200-300 долларов. Есть варианты БУ моторов, естественно, спрашивайте в «АвтоСтронг-М». Также можно распилить моторчик, высыпать угольную пыль и поменять щетки. Датчик положения эксцентрикового вала иногда выходит из строя, на что указывает соответствующая ошибка. Но если ошибки то появляются, то пропадают, в первую очередь до его замены надо прозвонить и осмотреть проводку. Также надо осмотреть разъем датчика, потому что туда могло попасть масло. Также можно оценить состояние разъема ЭБУ. Там иногда бывает окисление, а вообще иногда ошибки, в частности, датчика положения эксцентрикового вала, фиксируются из-за плохой работы моторчика «Вэлфтроник». В системе «Вэлфтроник» присущи и другие специфические поломки. Например, изнашиваются шейки и бугеля впускного распредвала. Также могут поломаться пружины, возвратные промежуточных рычагов. Муфты на двигателях BMW называются Vanos. Если муфты две, то дабл Vanos. Муфты обычно ходят по 200 тысяч километров. Если муфта выходит из строя, то на холостом ходу раздается характерный цокот и тресканье. Также ухудшаются отклики на педаль акселератора. Чаще всего выходит из строя муфта впускного распредвала. Если муфта выходит из строя, то ее надо менять на новую либо же хорошую «БУ» из «АвтоСтронг-М». Подача масла в муфты происходит через вот эти каналы, которые находятся в распредвалах. Которые уплотняются вот этими тефлоновыми кольцами. При износе этих тефлоновых колец наблюдаются странные проблемы в работе Vanos. Например, двигатель глохнет через пару секунд после запуска. Также диагностика покажет на неадекватное положение Vanos. Также покажет диагностику отсутствия компрессии, потому что впускные клапаны не закрываются. Так вот в таких непонятных случаях и наблюдается износ вот этих уплотнительных колец. Ну а теперь по состоянию. Как мы и говорили в начале, двигатели горячие. И вот такой черный лаковый налет – это типичное состояние для двигателей, если менять масло позже 10 тысяч километров. Если говорить по состоянию распредвалов, то кулачки в хорошем состоянии и даже шейки, которые на этом моторе могут пострадать, сохранились тоже хорошо. До 2007 года мотору N46 достался неудачный натяжитель цепи. Натяжитель цепи представляет из себя болт с гидравлическим цилиндром. Так вот, из-за этого болта нарушается натяжение цепи. Это сопровождается тресканием и тарактением после запуска двигателя. При замене цепи и направляющих надо поменять этот болт, натяжитель, на обновленный. Из-за конструктивного недостатка вот этого уплотнительного кольца болт может открутиться и через натяжитель может вытечь значительная часть масла. Что приведет к масляному голоданию и даже клину мотора. Чтобы решить эту проблему, надо заменить это уплотнительное кольцо на усовершенствованное. Из-за высокой рабочей температуры на двигателе N46 быстро сдаются маслосъемные колпачки. То есть они дубеют и начинают пропускать масло. Масло сочится по клапанам и попадает в камеры сгорания. Колпачки обычно ходят примерно 150 тысяч километров. Это одна из причин, когда двигатель расходует масло на угар. Решить эту проблему просто. Надо заменить маслосъемные колпачки. Маслосъемные колпачки надо приобрести из качественного материала в торг каучика. Именно они выполнили свою функцию на отлично. По состоянию данной ГБЦ мы видим масляный нагар. Это значит, что мотор подъедал масло. В данной ГБЦ мы не видим признаков износа маслосъемных колпачков. Блок у этого двигателя алюминиевый, открыта рубашка охлаждения, гильзы чугунные, хона мы практически не наблюдаем и нагар на поршнях. Сделаем вывод, что этот мотор ел масло через поршневые кольца. Цепь на двигателе N46 практически не требует внимания. Да, она может зашелестеть, но проблема не в этом. Может устать плунжер-натяжитель или же могут развалиться направляющие цепи. При пробеге в 150 тысяч километров цепь выгрызает борозды в направляющих. Из-за этого рассинхронизируется работа распредвалов и коленвала. Кроме того, направляющие просто трескаются и ломаются. После этого их остатки можно увидеть и в маслозаборнике, и в поддоне, и даже в стакане масляного фильтра. Вывод. Цепь не успевает изнашиваться, а изнашиваются ее направляющие. Поэтому цепь надо менять в комплекте с направляющими. Вот в этом модуле содержатся балансированные валы и маслонасос. К счастью, на двигателе N46 с этими узлами ничего плохого не случается. Заметим, что весь этот узел приводится одной цепью со стороны маслонасоса. Разнос коренных вкладышей присутствует. Поставим им троечку по пятибалльной системе. Из-за коксованного масла залегают поршневые кольца. Это еще одна причина расхода масла на угар в двигателе N46. Перед заменой маслосъемных колпачков не лишним будет провести ревизию цилиндров эндоскопом и замерить компрессию. Сильный жор масла связан именно с проблемами по части поршневых колец. В таком случае состояние цилиндров можно определить по нагару на свечах. Если нагар на электродах густой, значит состояние цилиндропоршневой группы плачевное. А теперь по состоянию поршней. Вкладыши некоторые задраны, маслосъемные кольца не залегли, но немного закоксованы. Поршневые кольца подвижны, графитовое напыление стерто. Ну а по состоянию коленвала он визуально неплох. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали технологичный мотор BMW. Все технологические новшества добавили забот их владельцам. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».